Всем привет! Это очередной обзор покупок с сайта Herb. Давайте приступим. Начну я с новинки в моем уходе за лицом, которая мне очень понравилась. Это очищающий крем на основе геля алоэ вера со множеством разных растительных экстрактов и органовым маслом. После умывания мне даже не требуется наносить крем на лицо. Кожа после него становится очень напитанной. Запах у него слегка травяной и немного кисленький, но достаточно легкий. Производитель позиционирует этот крем для умывания как антивозрастной, но на мой взгляд он подойдет для девушек любого возраста, если у вас сухая либо обезвоженная кожа. Ну и вторая умывалочка, которую я тоже очень люблю, повторно ее заказываю, потому что в предыдущий раз мне прислали вместо нее другую. Кстати, я вам рассказывала, что делать в таких случаях. Если вам интересно, то ссылочку на это видео я оставлю внизу. Итак, эта умывалка на основе кокосовой воды. Это мой фаворит с прошлого лета. Мне ее хватило практически на год, потому что она очень экономично расходуется. У нее приятный цветочный запах. Кожу она очищает до скрипа, но при этом не сушит ее. У меня комбинированная кожа, которую просто нельзя агрессивно очищать, потому что она сразу реагирует выбросом кожного сала. И именно поэтому эта умывалка мне очень понравилась. Кожа после нее чистая, свежая и никаких проблем у меня с ней не возникало. Матирующие салфетки я летом такими часто пользуюсь. На сайте больше нет моих любимых от фирмы, которая вроде как называется Blum. Поэтому я взяла эти. В пачке здесь 50 штук. Они нормально абсорбируют жир с кожи. Пока летом я их не тестировала, но я не думаю, что возникнут какие-то проблемы. Также я надеюсь, что экстракт зеленого чая, который содержится в этих салфеточках, будет оказывать вяжущий эффект и хотя бы чуть-чуть сужать поры. Опять намучилась я с выбором минеральной основы, потому что цвет трудно подобрать. Я, конечно, практически угадала, но тот, который я покупала раньше, его производитель переименовал. Поэтому мне пришлось угадывать, что именно. Но мне кажется, я все равно не угадала, потому что этот цвет чуть-чуть темнее, чем моя кожа. Однако он мне подходит. Тоналками я пользуюсь очень редко, а вот минеральными основами часто. При условии, что у вас кожа не шелушится, нет каких-то очень ярко выраженных прыщей, то эта минеральная основа помогает вам сравнять тон лица и замаскировать какие-то покраснения. При этом ваша кожа дышит и эта минеральная база практически незаметна на вашем лице. Я выбираю именно с маслом жжеба, потому что оно дополнительно питает кожу. Масло жжеба тает на лице, несмотря на то, что это матовая основа. Я бы не сказала, у вас такое увлажненное, красивое, сияющее лицо получается. Именно поэтому я беру с маслом жжеба. И у меня комбинированная кожа абсолютно не жирнит ее и просто классно увлажняет. Рекомендую вам от всей души, если вы ищете что-то подобное. И не могу не сказать про кисточку. Этой кисточке от ECO TOOLS уже 5 лет, если не больше. Она верой и правдой мне служит и идеально дружит с моей минеральной основой. Пару раз она отклеивалась от своей базы, но я ее приклеивала обратно. Она очень удобная, компактная. Я вам ее рекомендую, мягкая. И минеральную основу именно ей мне больше всего нравится наносить такими круговыми движениями. Блеск для губ от ASLIC. Я его беру уже, наверное, раз пятый. Он хорошо питает губы, дает такой красивый, натуральный и естественный оттенок. И также эффект влажных губ. А еще мне нравится то, что этот товар обнуляет или существенно сокращает цену на доставку. Обратите внимание, что на сайте есть товары, которые снижают цену за доставку. Они имеют вот такой вот значок. Цейлонская корица настолько хорошо прижилась у меня на кухне, что стала одной из самых любимых специй и основных. Я ее добавляю не только в чай и кофе, но и также в блюда в основные, в такие как чечевица, к овощам. У нее абсолютно другой вкус, нежели чем у традиционной корицы, но ее стоит попробовать хотя бы один раз. Помимо интересного вкуса, вы получаете и антиоксиданты, и противовоспалительное действие. Ну и сюда же к антиоксидантам чай Ройбуш. Кто меня смотрит давно, знает, что я его очень люблю. Это приятный чаек с медовым сладковатым вкусом. На этот раз я взяла не просто Ройбуш, а Ройбуш с другими компонентами. С ромашкой, с мятой, листочками розы, апельсиновой кожурой и вербеной. Я предпочитаю такой чай пить во второй половине дня, потому что он без кофеина, плюс он богат антиоксидантами. Также он содержит аспалатин и кверцетин, которые обладают такой способностью, как уменьшать воспалительные процессы в организме, что тоже положительно. И этот чай еще помогает по вечерам контролировать уровень сахара в крови, что возможно спасет вас от какого-нибудь зажора. На этом все, я надеюсь, что видео вам понравилось и было чем-то полезно. Если да, то не забудьте мне об этом сообщить. Всем пока-пока!